Добрый день, уважаемые зрители моего канала! Перед нами посылка из Англии. Её прислала мне моя приятельница, моя коллега, блогер Надя. Канал «Страничка надежды». Итак, терпения нет, очень хочется посмотреть, что в ней. Еле дождались оператора, чтобы кто-то нам помог. Мы с внуком уже каждый из этой посылочки ждём своё. Я знаю, что лично для меня, что лично для Артёма. Вот смотрите, какая красивая марка почтовая. Класс, да? Вот, знаете, удивительно, оказывается, в Англии не нужен индекс. В России всё сложнее. Так, 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 так. Эту посылку я ждала очень долго в связи с карантином. Надежда не могла её очень долго выслать. Но, наконец-то, наконец-то свершилось. Шла она две недели. Ребят, пройдите, можете пройти на канал Надежды. Это русскоязычный канал, Надя русская. Она рассказывает о том, как она жмёт в Англии. Тихо, тихо, осторожно, осторожно. О, какие красивые конфетки. Это тебе. Конфетки, или что это такое? Конфетки. Здесь. Так, это джюс. Это, скорее всего, какой-то сок. Витаминный джюс. Да, хорошо, это сок. Это шоколадки. Вот такая шоколадка с птичкой. Надя очень любит натуральные продукты. Скорее всего, здесь состав. Мы сейчас не будем углубляться. Но состав тут, наверное, всё-всё, очень-очень натуральное. Дальше. Вот такой киндер. Английский. В России. Не открывай всё подряд. В России такого киндера точно. Я ни разу ещё не видела. Здесь. Очень хорошая начинка, наверное. Интересная. Ладно. Ладно. Ещё шоколадка. Ещё вот такие. Смотри, шарики. Ой, какие шарики. И самая главная кульминация, ребятки. Да, какие шарики. Кульминация – это вот эти вот семена. А именно. Да, 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 да. А именно. Это семена. Элефангарлик. Слоновый чеснок. Дело в том, что Надя занимается растениеводством. Она выращивает свои растения. Собирает с этих растений семена. И, в общем-то, их размножает. И я попросила Надю. Меня заинтересовал вот это вот растение. Слоновый чеснок. Я попросила Надю выслать мне такие семена. Так как, изучив тему, то, что в России предлагают, под видом слонового чеснока, лук и чеснок, сейчас я буду, ракамболь, это совершенно другая культура, которая не имеет к настоящему элефангарлика никакого отношения. Поэтому, конечно, мне захотелось из первоисточника этот чеснок получить. Надя, как только собрала свой урожай, решила со мной поделиться. Большое ей спасибо. Вот таких шесть чесночек, из которых вырастут потом головки. Головка этого чеснока набирает массу до трехсот грамм. То есть, вот если положить на ладони, это вот такой вот огромный, огромная чесночная головка. Сейчас, сейчас. Кто про что? А ему надо все попробовать. Так, в общем, вот такая вот чесночная головка, огромнейшая, триста грамм. Ну, я верю, что вот из такого зубка может вырасти триста грамм. Ребят, я вообще не огородник, честное слово. Но чеснок наша семья любит. Я думаю, шесть таких зубчиков, но я все-таки осилю, куда посадить. Тем более, у нас есть конский компост, у нас есть песок. Ну, какой-то такой небольшой кусочек с помощью своей мамы я все-таки посажу. И будем, конечно, смотреть, что из этого будет весной. Как он взойдет, как он вырастет и на следующий год, какой он будет. По вкусу этот чеснок немного нежнее нашего. Он, в общем-то, такой с приятным вкусом, с приятным запахом. Но он не очень жгучий, не такой, как наш обычный чеснок. Ну, вы знаете, даже если вот такую головку одну очистить, мне кажется, на семью вот этой головки хватает. У меня вообще в болезни гигантизм. Я вот это все люблю. Может, поэтому я и клюнула на эту культуру. Потому что в нашей семье чеснока едят много. И вот эти вот зубочки я все время сижу, чищу, и меня это все время раздражает. Я хочу вот такую одну почистить и сделать свеколку с чесночком или в борщ. Так что вот такие вот дела. Дождалась я этой посылки. В прошлом году Надежда приезжала к нам в Калужскую область, гостила в Этномире на смотровой площадке народов всего мира. Можно эти видео найти у Нади на канале. Вообще канал очень интересный. Надя рассказывает про все, про социум, про медицину, про образование, как это все происходит в Англии. И, в общем-то, может быть, кого-то это очень удивит. Меня это удивляет. Надя все-таки мечтает вернуться в Россию. Когда-то в маленьком возрасте ее увезли из России. Надя идет к своей мечте семимильными шагами. Она уже купила кое-какую недвижимость в Калужской области. Мечтает заниматься растениеводством, выращивать вот такие вот культуры, старинные английские сорта всевозможных растений. И, в общем-то, сорта. И заниматься животноводством. То есть Надя уже приобрела недвижимость в Калужской области, не так далеко от меня. И ждет, когда закончится карантин, приехать сюда, в Россию, для того, чтобы здесь вернуться к своим истокам и заняться тем делом, чем она хочет заниматься. У Надежды очень много всяких сортов. Одной картошки у нее 5 или 6 видов. Причем она любит именно старинные сорта. Вот вчера было видео, она выкапывала картошку английскую. Про каждый сорт она рассказывала. Это очень интересно. Держит курочек. У нее, по-моему, одна сотка земли. Но на этой сотке земли она умудряется заниматься и птицеводством, и огородничеством. Ну и, в общем-то, вообще очень сама по себе решительная женщина. Хотя внешне очень хрупкая. Ребят, дам ссылочку на канал. Зайдите, посмотрите. В общем-то, скоро Надежда к нам приедет. Мы все-таки ее дождемся, я так думаю. Я обязательно с ней встречусь. Обязательно будем с ней пересекаться. Обязательно буду снимать. В прошлом году я не выкладывала видео нашей встречи. Ну, по определенным причинам. Не из-за Нади, а из-за другого блогера. Ну, и была на то причина. Вот. Но здесь-то уже, конечно, обязательно буду снимать и выкладывать. Так что, ребята, элефант гарлик. Не путайте с чесноком ракомболь. Это лук-чеснок ракомболь. То, что продают в России под видом элефант гарлик. Со слов Надя, а в этом она разбирается, я ничего в этом не понимаю. Поэтому со мной даже можете не спорить. Ничего мне на эту тему не писать. Потому что я абсолютно ничего в этом не понимаю. Я знаю то, что мне сказали, что это другое. Ракомболь – это действительно лук-чеснок. А это элефант гарлик. Все, ребята, дождалась я свою посылку. Радости нет предела. Пускай шесть штучек. Но мы будем размножать это. Надя просто не может физически больше прислать. У нее просто нет его больше от того, что у нее там нет земли. У нее все культуры сидят по одному, по две, по три штучки. Поэтому она говорит, Лена, я вот все, что выкопала, тебе отправляю эти зубчики, а себе она оставила маленькие бубочки. Поэтому просто его больше у нее нет. Все, ребятки, смотрите, какая красота. Сейчас будем пробовать киндер обалденной начинки. Таких у нас нет. Ну и шоколад, естественно, будет у нас. Шоколад. А, это чистый шоколад. Не вижу только сколько процентов. Не вижу, сколько процентов. В следующем видео обязательно попробуем. Все, пока-пока. Будем.